привет и сегодня у нас с тобой новенькая игруха это головоломка и очень необычно таких игр я еще не видел от этой игры хочется блевать потому что голова кругом но в нее хочется одновременно и играть короче вкратце расскажу про что игруха наверняка многие из вас не знают что это за игрушка на экране это называется калейдоскоп когда ты смотришь одним глазом такую небольшую трубку то ты видишь там странные рисунки когда ты крутишь этот калейдоскоп от эту трубку то там рисунки они начинают меняться знаешь отзеркаливаться друг от друга и соответственно все что там внутри пересыпается но и соответственно рисунок меняется этот принцип был в знаменитом фильме начало потом я его увидел в марвеловском фильме про доктора стрэнджа когда он уходит в свой калейдоскопический мир которым управляет только он и только он знает как работает этот мир и сегодня мы окунемся в мир доктора стрэнджа и поймем каково это только мир этот будет немножечко другой и ты сейчас поймешь почему в общем начинаем новую игруху и так мы находимся дома у меня дома ну вроде бы как дома вот это вот я дом очень странный тут куча всякого интересного могу подойти посмотреть напоминает что это головоломка с кучей диалогов все читать я не буду буду рассказывать тебе только ну и прочитывать только то что необходимо я уже немножечко почитал немножечко поиграл голова конечно кругом пошла но игруха нереально круто вот что я тебе хочу сказать значит суть в чем суть в том что мы можем мир как бы раздвигать как доктора стрэндж понимаешь раздвигать и изменять его вот в чем прикол этой игры и внутри этого мира я и могу изменять самого себя то есть могу стать больше могу стать меньше в общем часто все увидишь только сперва нужно продвинуться по сюжету вроде бы все прочитал вроде бы все я может быть могу тебе так сказать похож на шизофреника в этой игре я могу разговаривать с предметами что очень странно и буду какие-то вещи вспоминать вы сейчас я вспоминаю что было со мной когда-то там давным-давно а вот стоит приставка и игрушка а вернее диск с этой игрой это тот же диск с игрой в которую мы сейчас играем что очень интересно то есть мы находимся в игре и будем играть в эту же игру а это кошка моя которую я кормлю вот такими консервами и вот диалог с кошкой я думаю что стоит почитать кот бегемот хочу чтобы ты знал я ценю все что-то делал для меня но если ты умрешь и оставишь меня одного придется тебя съесть конечно я отброшу эту мысль если ты купишь нормальный корм не такой уж он дорогой то есть кот говорит что я кормлю какой-то какой-то фигней каким-то шлаком кстати тебе пришла посылка я взял на себя смелость ее открыть какой умелый кот надеюсь ты не против подумал вдруг там корм а там оказался какой-то диск с игрой он у телевизора лежит да мы его уже видели пойдем подойдем посмотрим что это за диск вот кот его уже достал прямо из коробочки берем диск и включаем а здесь это игра в которую мы собственно играем начальная начальный экран уже немного кстати о чем будет если я нажму option они чем мы погружаемся в игру пофиг play option какая в топку разница и вот мы в цитадели посреди вечности мы как бы уже играем в игру и вот персонаж которым мы должны поболтать элрих зовут персонажа он будет на протяжении всей игры ломать нам мозги и он сейчас говорит что о я очень занятой и вообще в пространстве и времени я никогда не обращаю внимание на людей на таких как ты но в тебе что-то есть и поэтому я уделю тебе какое-то свое внимание элрих перестал играть на скрипке и нам сейчас нужно решить небольшую головоломку горит если ты решишь ее то соответственно я уделю тебе время мы конечно же ее решим сейчас не буду тебе томить нам просто нужно было кубик затолкать в глаз и вот ты посмотри что происходит и вот они эти миры мир калейдоскопа котором мы находимся мы сейчас прыгнем туда и начнется мне еще прикалывать что тут головоломки решается при помощи кубов как в портале знаешь но тут другие кубы и другие головоломки совершенно то есть мой я могу бесконечно здесь падать это цикличный мир это калейдоскоп прямо как в докторе стрэнджа но 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 чтобы отсюда выбраться мне нужно сломать немножечко этот мир то есть нужно кое-что по-другому здесь сделать и вот я уже подзабыл на самом-то деле чуть если надо сделать давай поболтаем оказалось не так просто не правда ли он постоянно угорает надо мной издевается надо мной этот элрих я не расположен тратить время на одно ограниченное в пространстве существо ну про что я тебе говорил что он не хочет нами болтать я это могу просто пропускать здесь все персонажи которых я буду встречать они очень нудно они очень много болтает потому что в их мире редко встречается люди но общее существо значит смотри я говорил что этот мир я смогу как бы но раздвигать раздвигать границы этого мира и вот пожалуйста посмотри вниз я щас это сделаю так минуточку давай остановимся да стой 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 остановимся его смотри я его раздвигаю и вот из-за этого из-за этого тут иногда бывает болит голова потому что вот эти манипуляции здесь нужно выполнять очень часто мы сейчас попытаемся наверное спрыгнуть или с элрихом нет с элрихом не будем болтать мы сейчас попытаемся отсюда спрыгнуть или может быть кубик возьмем нет блин вроде бы только вчера играл и уже забыл что делать вот наконец-то мы спрыгнули мы спрыгнули теперь мы на этой площадке господи как не то мне это безумно нравится что происходит с этим миром я этим могу манипулировать но берем кубик когда ты это очень часто делаешь начинает болеть башка нам нужно сейчас нужно сейчас куда-то воткнуть кубик в какой-то глазик вон глазик по моему нам вот это вот 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 туда надо впихнуть его 2 кинем туда докину а увидал да что произошло смотри смотри вот кубик он это я его держу это зеркальный мир и и и вот я вообще скину и он полетел пойдем его подберем вот здесь вот так теперь его нужно где-то поставить сейчас чтобы запустить вот эту платформу и мы туда пройдем давай пробежимся от по красной линии и я уверен что она покажет куда нам нужно куда нам нужно но собственно вот вот в этот глаз так стой кубик 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 куда-то улетел хоть здесь настолько все как бы запутано да что бывает когда игру заново перепроходишь путаешься так где-то глаз вот тут прям у меня должен быть вот прям передо мной стоять вот но я не могу до него докинуть так как него как мне это сделать давай просто вот так вот кино а нет не получилось не получилось хорошо давай еще разок некоторые вещи тут само собой как-то делается потому что ты просто бежишь куда-то с кубиком и она хоп и происходит давай почитаем подсказку знакомый голос мир множится посмотрите по странам точно точно оглянитесь но еще раз давай прочитаем и не забывайте сдвигать мир и да точно на мир сдвинуть вот мир мы сейчас сдвинем и тут где-то в глаз можно попасть вроде бы как как можно спрыгнуть вниз но этого я делать пока не буду так-так-так-так-так-так-так-так давай-ка мы сейчас попробуем запрыгнуть вот сюда оп нет это была плохая идея значит мне нужно спуститься вон туда наберем кубик берем кубик мы сейчас обхитрим систему тут при сдвигании миров можно обхитрить систему очень а вот он глаз где появился все вот кидаем ему запустили механизм и можем спрыгнуть теперь внутрь этого помещения страна дальше нам нужно продвинуться прям в центр вон туда здесь нам нужно что иногда нужно взаимодействовать с размножившимся миром посмотрите вглубь окей размножаем мир в началось для того чтобы вот он кубик берем его то есть вот так вот его нету а вот так вот он есть когда ты сдвигаешь раздвигаешь мире вставляем куб бежим дальше еще один кубик вон там он появился и мне смотри фишка в чем видишь вот эту дверь она здесь какая-то ну необычная проходить сквозь нее я могу но с кубом лишь бы там где был кубик остается за пределами этой двери но мы же умеем сдвигать мир и и смотри че сделаю так кажется сюда да вот сюда мы сейчас закинем папа и вот кубик упал то есть это одно и то же место ты понимаешь вот это давай еще раз чтоб понял это зеркальный мир вон там ничего сейчас нету я здесь кидая и он там хоп и появился я прохожу сюда пихая сюда и тут таких головоломок будет просто до кучи у тебя будет иногда болеть башка от этого всего но когда ты решаешь их ты так кайфуешь просто невероятно ну давай 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 дальше болтай так держать сходу ищешь способ выбраться но так совсем не интересно ты делаешь успехи шире ох стоит познакомиться с тобой посмотрим готов ли ты истинный посланник умеет менять масштабы мира тебе это пригодится окей теперь мы можем еще и менять свою форму смотри об ну то есть как говорится масштаб мира мы можем изменять мы же стали маленькими коротышом который может пролезать в любую щель это тоже очень классная способность мы бежим сюда и вот теперь нам нужно здесь вот так вот сделать бежим то есть я очень маленький вырасти здесь не могу место конечно маловато но и в тот же момент я могу еще и мир раздвигать сдвигать все здесь уже много места давай выращиваемся выращивать отлично нужно запустить кубиком вот эту дверь а нет туда то я спрыгнуть смогу где-то сверху получается лиги нет это не сверху короче мне нужно как-то кубик туда закинуть а ну подожди если его сюда его положу я его кину сюда и вот спрыгнул вот я спрыгнул и кубик где-то должен здесь валяться по логике вещей но в другом помещении да так а стой 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 убираем можно туда спрыгнуть вон прыгаем полетели чпинг вроде бы да вот он кубик наш который мы сюда скинули вроде бы это он или это не он уменьшаемся вместе с кубиком что очень круто и эта женщина с которой нас элри хотел познакомить шире ухт мы слышим музыку в твоих стонах мы видим изгибы пространства между нами чтобы понять сперва послушай поначалу картина покажется тебе неполной ищи послание в небесах выход найдется вслед за пониманием возвращайся когда поймешь и вот она закинула нас в мир где мы должны что-то понять услышать как она говорила слышать голос голос начинает появляться он все чётче чётче слышится в наших ушах в нашей голове и мы должны что-то увидеть это очень дикий психодел конечно капец какой но все это очень интересно когда погружаешь все глубже и глубже все мы нашли что хотели я правда сам не понял что хотели мы теперь ты понимаешь о чем шла речь нет я так до сих пор не понял великая печать дала трещину это что было за окном пробивается внутрь ты представляешь вот эти вот существа они короче и накосячили какая-то трещина появилась а теперь я обычный человек должен им помочь этим богам этим существом которые создавали мир без человека даже боги не справятся и так она опять будет долго долго говорить о том что мы нужны и что мы должны помочь и должны познакомиться еще с одним перцем все это пропускаем потому что все это ну все она ушла и мы прыгаем за ней и входим в эту дверь мы снова себя в квартире и тут начали появляться другие элементы как будто мы стали вспоминать вот уже коробка прорисованная коробка до этого здесь смотри какие вот лампа такая странная была диван вот такой вот странный а теперь вещи стали прорисовываться и здесь мое эхо которое сидит на диване пропущенный вызов от мамы в телефоне надо бы перезвонить что логично но наш герой говорит позвоню завтра точно завтра и забывает я бы позвонил сегодня племянник так самозабельно творит что еще что еще что еще с картинкой надо по взаимодействовать и кошка смотри кошка сидит читает книги кошка очень умная здесь вот еще одна книга вроде бы все теперь можно с кошкой по взаимодействовать у тебя великое множество забот протекающая труба студенческие кредиты ох уж эти кредиты я помогаю по мере сил своих но мне кажется они начали догадываться кто они а ну вот идет что с твоей стороны за корреспонденцию отвечает демонический код но это те вот элрих и та женщина стоило вести себя осмотрительное и не писать им пришли и кошачий корм и но только хороший слушай нельзя вечно прятать голову в песок игра выглядит неплохо хотя есть мне что-то странное уже странно что я разговариваю с котом то есть ну я псих какой-то я думал это головоломка разве не так я тоже думаю что это головоломка к слову об этом второй диск ресурс руин валяется где-то здесь игра на нескольких дисках мы вернулись в девяностые прошу скажи что это так до в девяностых и не только и в двухтысячных игры продавались на 3 4 и на 5 дисках бывало и больше если игра очень много места занимала а диск в свою очередь я хочу сказать сидишь не по моему был на 700 мегабайт девичный мог и на 3 гига быть и на 2 гига вот поэтому игры ты представляешь вот сейчас игры 50 гиговы если бы они выходили тогда то было бы наверно 10 дисков и ты каждый диск вставляешь дисковод и потом нужно 2 3 4 его так вот 5 дисков подряд пихаешь дисковод свой компьютер чтобы она установилась и это конечно было каторга целая вторая часть отголоски летящие сквозь вечность нажимаем кнопку и прыгаем но прыгать мы будем как бы ну вот если мы прыгнем дам мы прыгаем в какую-то пустоту в какую-то море вот что как бы не круто нам нужно сдвинуть мир и мы их сдвигаем это даже написано прям прыгнуть мы прыгаем сюда огромная дверь вон там вот в которую нам нужно попасть и вот мы сейчас будем ломать голову как это сделать здесь есть обходные пути то есть мы можем зайти и здесь очень много лазеек как ты можешь пройти вот этот уровень тут допустим вот спрыгнуть вот сюда на уменьшится приблизиться и вот уже внутри как был кажется тебе но все это не так увеличиваемся в размере здесь пройти пока никак можно зайти сюда мы этим и воспользуемся здесь к сожалению тоже никуда никак даже если мир сделать так можно поступить следующим образом уменьшится опять срастить мир здесь есть тоже еще небольшая щель можно прыгнуть сюда но все это как бы но ой пролетел слишком далеко не туда короче этот путь приведет нас не туда куда бы хотелось я уже тут сто пятьсот вариантов пересмотрел переделал самый верный путь это вот сюда это идем сюда мир можно раздвинуть и здесь нас ждет обычно когда ты запутываешься нужно идти просто по линиям вот по таким линиям и они тебя приведут куда нужно смотри здесь есть глаз который нас не пускает дальше как нам пройти нам просто нужно сдвинуть мир и мы сдвигаем мир и и перепрыгиваем в соседней вот сюда вот так вот и тут мы уже можем пройтись здесь отключить всю эту защиту точнее мы ну да мы отключили защиту и запустили механизм то есть красная линия была сейчас она желтая это говорит о том что мы запустили давай мы здесь какой-то механизм то есть вот вот эта красная линия пересекается желтой тут написано прыгнуть так теперь мы можем идти дальше вроде бы как и вот нам говорят спускайся вниз по этой линии но нет нифига вниз спускаться не надо там нас ждет вот смотри вот казалось бы да ты спрыгнул вниз и тебя перенесли в какое-то странное место вон там дверь вообще в море дверь так этому где получается а этому в середине вот где мы находимся внутри как мы сюда попали как-то спустились вот тоже как бы ну понимаешь ты думаешь блин я должен был появиться наверху вон там ты спрыгнуть опять на эту платформу но нет меня закинули куда-то сюда тоже вот башкень ломанень здесь вот есть вот такая дверца можем сюда пройти но нет мы наверное пойдем вот сюда по красной линии когда ты запутываешься лучше идти по красной линии это значит как ексит стрелочки сексит ну или здесь мы тоже можем миры сдвинуть опа понятно если миры сдвигать то проход закрывается глаз защита нам преграждать путь а если раздвинуть глаз далеко и мы можем здесь спокойно пройти теперь наверх здесь нужно сдвинуть все сдвигаем глаз обходим давай 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 что здесь что здесь что здесь кнопка вон там раздвигаем миры раздвинули миры и можем сюда спрыгнуть смотри какая интересная штука здесь глаз когда мы раздвигаем мир появляется защитный барьер и мы можем спрыгнуть сюда чудно я здесь провел кучу времени и для того чтобы тебе показать вот вот как тут все работает если бы я тебе сразу же включил игру вместе с моим прохождением с первым я думаю мы с тобой тут тоже провалились бы на долгое время и тупили бы капец как долго так вот я уже начал тупить опять куда нам нужно куда-то переместиться сюда мы не переместимся значит нам нужно вот сюда вот уменьшаемся в размерах давай побежали вот это вот мышиная нора через который мы пробираемся вот так вот чудно и ты сейчас подумаешь блин ты постоянно будешь в этом количество калейдоскопическом мире находиться нет нет мы сейчас него выберемся и попадем в какой-то бесконечный мир но в другой бесконечный мир не калейдоскопический как будто в мое воспоминание и там я тебе хочу сказать будет тоже не сладко там тоже будет тянуть на blue at all будет башка крутится вертеться но там тоже свои интересные истории вот мы выбрались увеличим все размерах сюда идем кнопку нажимаем мы с другой стороны этой кнопки вышли получается и все мы появились в этом кабинете где нас ждут вот эта сфера и вот это чувачечек келла дур зовут вот эту штуку короче вот это робот короче это робот который помогает управлять вот этим вот всем миром а это его создатель именно келла дур создала вот эту машину но к сожалению машина дала сбой и она теперь не может управлять этим миром и мне сейчас нужно доказать вот этой тетечке что я достоин достоин покопаться в их мире чтобы его исправить и вот она сейчас ведет диалог с роботом все меня прикинули наконец-то меня прикинули мне теперь нужно ей доказать а нет не доказать робот хочет меня как-то модифицировать да он говорит я могу это сделать но придется немножечко твою тушечку на не по издеваться и вот они меня закинули в новую головоломку и говорят давай решай если ты решишь что соответственно мы тебя модифицируем твое тело так отсюда я пришел по моему вот сюда нам идти вроде бы как до пострел стрелочки даже есть помогает вот бежим сюда 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 уменьшимся давай в размере тут вот есть вот этот перегородка которая нам поможет до глаз не заметил и мы спокойно пробегаем теперь 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 мы находимся сзади вот этого глаза можем отключить ему питание все врубили и теперь так я вышел отсюда нам нужно сюда как все запутано снова глаз мы спускаемся вниз пока еще раз глаз там куб есть глаз этот реагирует на куб смотри он там куб а я вот здесь вот захожу и вот он этот же куб то есть благодаря зеркальному миру мы можем здесь у а вот такие вот штуки делать значит глаз обращает внимание на куб а я здесь прохожу дальше здесь новый глаз там переключатель который отключит систему безопасности сюда я могу проникнуть из эту дверь и до сюда вот кубик кубик ты нам нужен ты нам поможешь здесь дверь закрыта чтобы эту кнопку нажать нам нужно теперь выйти как-то с кубом выходим с кубом а здесь вот это вот не очень приглядная дверка так 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 нам нужно кубик куда-то а ну вот мы можем его вот сюда выкинуть вот он вот сюда выкинулся так значит теперь глаз смотрит сюда на этот кубик чет я запутался немножечко нам нужно а ну вот все глаз смотрит на куб и теперь кнопка открыта все отлично нам же нужно кнопку нажать запутался немного кнопку нажимаем систем безопасности отключаем все шикарно теперь что нам нужно мы можем просто выкинуть этот кубик наверное давай или он туда его кинуть ладно в общем пошли в обратную сторону я думаю что все у нас будет как надо вот я уже запутался блин куда нам бежать вроде бы как сюда можем туда пробежать посмотри подсказка так попробуй сдвинуть мир пока датчик сканирует куб вот мы можем сделать вот так теперь сюда ах упали упали подстава давай ка еще разок кубик возьмем кубик кубик вот здесь вот мы его оставим бежим сюда теперь сдвигаем мир и вот отлично кажется все получилось ух дальше нам нужно соединить эти детальки здесь наверно уменьшится где-то надо будет спрыгиваем вниз сюда куда вон туда не туда то чтобы пройти нужно раздвинуть мир и но вроде бы и скоро мы туда попадем на вроде а нет мы оттуда пришли ничего себе вот это да вот это путаница здесь несмотря на то что я второй раз уже прохожу я все равно путаюсь в этом мире но по-другому тут никак это зеркальный мир калейдоскопия и вот кнопка еще одна все нажимаем ее и вроде бы все опти упали куда это мы упали прям в центр упали смотри тут площадка небольшая мне повезло что я не в воду эту едку упал мы смещаем мир так и снова нам нужно придумать как решить задачу здесь вот кубик есть здесь есть глаз если мы подойдем сюда то глаз нас не видит и соответственно появляется защита хорошо пойдем в обход чтобы достать кубик здесь куча лазеек чтобы обойти систем защиты потому что кубик просто так я протащить не смогу сейчас увидишь в чем будет проблема здесь у нас система защиты тоже куча всяких сложностей по наделали мир эти здешние боги вот кубик я стоял вон там за стеклом хватаем кубик и сейчас начнется значит просто так пройти здесь не могу здесь стенка которая разрушит куб значит мы кидаем его сюда бежим теперь мне нужно спрыгнуть вниз а как мне это сделать а ну конечно же как отлич класс давай просто изменим мир вот и все мы падаем вниз вот он кубик ух сколько головняка теперь теперь здесь мы не пройдем нам нужно куб выкинуть наверх опять смещаем мир и куб выкидываем все получилось сюда мы закидывали куб мы через это отверстие выбегаем вот он сам кубик теперь побежали а стой 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 сдвигаем мир перекидываем кубик туда вот все работает уменьшаемся вместе с кубом увеличиваемся ну вот это я уже проходил относительно недавно поэтому все помню чего кого как вот это не так уж сложно кубики даем туда по вроде бы все вроде бы здесь головоломка решена да и поставляем здесь кнопку нажимаем но вот мы прошли прошли испытания о не дурно ты еще дышишь проверка прошла успешно показатель способности восстановлены состояние полная готовность значит все готово замечательно как видишь это пространство довольно нестабильно несмотря на наши беспрецедентные усилия послушаю тебя буквально была одна задача так вот я не могу гарантировать сохранение твоего текущего положения но это лишь небольшие издержки нашей глобальной проблемы тебе уже пришлось выслушать излияние шире окты но полезно будет узнать о своей задачи от кого-то менее эфемерного и кого же у тебя я тела дур а это робот пусть будет просто робот у них страны какие-то именно короче она создала этого робота а робот нам говорит что самое ценное орудие короче да 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 древняя печать треснула и хор желает нас захватить и тебя тоже это лишь начало конечно такого никто не планировал миры должны были существовать вечно увы вечность всегда оказывается короче чем мы предполагали и хор разрушает бесконечность согласно текущему анализу ужас начнется через две сколько-то там тысяч миллионов секунды и чё делать то будем разумеется время здесь работает по своему и этим его свойством я особенно горжусь ты любишь хвастаться да вот это вот тетечка она создала вот этот весь мир мордрих буквально все и сушает ну вот этот вот робот поэтому нам нужна твоя помощь ну вот короче они закинули меня сейчас куда они мне закинули о вот-вот-вот-вот они показывают нам разлом короче это разлом который нас поглотит сейчас на психоделище конечно конкретно но это зеркальные миры все нас поглотила блин как же от этого блевать то хочется все так и не понял почему мы здесь а да еще одна головоломка ну короче короче я думаю что достаточно хотя вроде я тут должен быстро с этим справиться а ну да тут нам сейчас просто прыгнуть нужно вот мы запрыгнули вот в это окно но в эту дверь в которую мы стремились а там эти чудики сидят все мы прошли заходим и так нормальные человеческие помещения да но нет это помещение с бесконечностью так здесь телефон он зазвонил но чуть ничего не произошло я матери хочу позвонить но видишь абонент не абонент ладно пойдем дальше мы поднялись наверх здесь снова телефон открылась дверь весь прикол что мы могли бы пойти в обратную сторону я этим занимался в прошлый раз там тоже самое там такие же двери у на такие же двери и такие же галлюцинации будут него ты думал что а человеческие помещения никаких иллюзий прочее прочее но тут сейчас начнется такое сбросили звонок все никогда мама дозвониться это печально короче нас вот пытаются захватить нас пытается закинуть в бесконечность чтобы мы тут затирались вот мы бежим опа свет здесь мы встретили какой-то аппарат ну мы можем с этим аппаратом поболтать я извиняюсь это было ясно но такому подумать было нельзя ты только посмотри во что меня превратили в этот аппарат ты знаешь для чего они используют меня ну да я знаю я поедаю чахлы души тех от кого осталась одна лишь день в один прекрасный день они без колебаний решает что все кончено приходят ложатся здесь а я поглощаю их без остатка короче это крематорий насколько мне известно покинуть бесконечные миры невозможно но не всегда и всякий возвращается подобие прежнего себя спустя век или два хочешь скормить мне свою мясистую оболочку прошу ложись у меня как раз разыгрался петит твои конвульсии доставят небольшое удовольствие а он хочет чтобы я сам себя нет уж извини какая жалость признаюсь мне нравится их пожирать у меня заложили это свойство а у тебя такая сочная плоть однако трансформация не завершилась и часть меня всегда ужасается процессу с некоторых я выплевываю точнее то что от них отстал отвратительно если трезво все оценить пожалуй это не лучший в мире метод прости поток мыслей порой кайс меня так зачем ты здесь имя нет мне незнакомое это имя впрочем обычно я знаю их имена лишь перед самой трапезой попробуй давай имена тому что поедаешь может другие обитатели этого мира знают больше я к сожалению не знаю какое имя он спросил мой персонаж вот но как ты видишь аппарат возможно наша мать она погибла и я вот спрашивал не сожгли его мать в крематории и может поэтому я не могу дозвониться до нее не знаю все впереди пока что для меня это темная занавеса мы будем дальше играть и узнавать этот мир вместе с тобой мы находимся с тобой в каком-то я не знаю в тюременном помещении пикоза чуть такое заблудшая душа о чудесно новый собеседник прошу прощения мне давно не приходилось говорить ты ты хочешь что-нибудь узнать кое-что ценное еще сохранилась в этой голове чтобы там не говорили решительно могу ответить нет здесь не было такой души с такой с таким именем короче с этой душой мы поболтали она ничего не знает имени этого тоже не слышал ой 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 страшно 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 проходим сквозь это око и бежим дальше бежим дальше она еще и здесь тоже это око он светился телефон зазвонил а там костер там костер дальше бежим как это все мучительно и странно что здесь произойдет может телефон зазвонит нет дальше бежим а вот что-то произошло ответ привет нифига он бежим выше итак что нас ждет здесь а всевидящая сущность кто ты зачем ты здесь тебя прислал аппарат мой ответ нет я не готова нет меня не аппарат прислал нет никто с таким именем не не известен хорошо что ты помнишь имя многие здесь давно позабывали имена лица и место будем уповать на то что тот кого ты ищешь не успел изобрести вглубь акедии видишь ли мое зрение затуманилось вслед за памятью но я могу видеть тебя насквозь подойди дай мне тебя рассмотреть да пожалуйста твои глаза видят немногое но взор устремляется далеко если желаешь узнать будущее учти что здесь нет места случайности чтобы раскрыть тайну грядущего сперва нужно раскрыть душу как ответишь на пытливые вопросы ответы явят твою душу душа явит твое будущее а будущее явит твое твои страдания и так начнем опросник опросник сейчас она будет задавать мне вопросы стран плутая по дремучему лесу ты вдруг находишь поверженного дракона он мучается от раны в боку торчит губительная стрела если не помочь он будет умирать долго и мучительно дракон просит пощады до дракон может говорить ты убьешь дракона и прекратишь его страдания поможешь ему и вытащишь стрелу но дракона это всегда такие существа которые жрали людей сжигали поселки и прочее 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 но он просит и умоляет помочь ему ладно давай поможем прошлый раз я не буду говорить какой ответ я выбирал поможем выбор сделан продолжаем давай дальше минуту слабости ты малодушно крадешь церковную десятину прихожие собрали деньги на строительство домов которые спас спалил неистовый дракон а я его спас украденная ты проигрываешь в неудачном споре загадочным лютинистом элрихом неразумно проматывав все деньги горько раскаиваешься ты промолчишь о содеянном но поможешь отстроить дома сдашься барону с повинной и понесешь наказание что выберешь и так напоминаю что я про стащил в церкви 10 10 золотых и проиграл их в баре на эти деньги хотели построить дома и так я могу промолчать но помогу построить эти дома либо сдамся с повинным и меня посадят ну давай допустим сдадимся решение не останется без последствий и так ты вечно голодный код владелец пичка есть тебя кормом самого тошнотворного сорта в дешевых ржавых банках это про того кота который у меня наверно хуже того твой владелец одержим демоном и он совсем не слушает твои дельные советы как можно демонов изгнать и как-то ночью затаившись ты дожидаешься пока владелец усинет ты ну то есть съешь пропащего и даруешь вам обоим долгожданный покой или оставив владельца наедине с его кошмарами короче я съем этот корм и короче погибну от него потому что отравлюсь либо сбегу ну-ка ты когда их не любят и да блин да ну ты кот ты любишь своего хозяина как-то от него сбежишь скорее всего ты съешь этот корм твоя судьба предрешена ты доробитый но разочаравшийся художник как-то на пути тебе встречается всевидящая сущность ты просишь ее помочь отыскать пропавшего друга но вместо света выслушиваешь вопрос один другого загадочнее этого то что сейчас у нас происходит из каждой минуты ответ как будто ускользает от тебя все дальше закрывшись в коконе одиночества и тревоги ты всеми силами подавляешь чувство вины ты просишь у всевидящей сущности помощи дать хоть какие-нибудь избавления что поможет прогнать мрачные мысли и забыться однако получаешь отказ ты продолжишь отрицать вину и жить в мире призрачных фантазий или спрячешься от всего в текущей надежды что проблемы исчезнут само собой что очень глупо ну давай допустим спрячемся отрицать как бы толку нету и так мне ясно ты лжешь причем как бы я не отвечал он всегда говорит ты лжешь соратники не могут балабан однако найти более лицемерного лжеца как ты мы не можем но мне твои фальшивые речи не помеха дитя поведать твое будущее да нет не особо короче все тут ясно хватит с ней болтать звонит телефон иди возьми трубку она говорит и мы побежали опа что там кто там алло нифига так ладно побежим дальше и сейчас начнется капец начнется вот после этого я тебе сразу скажу что я ошибка то и не играл открылась мы пробегаем сюда о началось все смотри вода по колено вода начинает ухудшаться зрение какие-то галлюцинации прям конкретные и мы просто бежим 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 главное видеть куда бежать а вода все нас топит 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 прям конкретно уже по колено а я все бегу 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 пытаясь отсюда выбраться но что-то не получается и вот воды уже по пояс я уже нифига не вижу а чёрт у меня конечно раздражает момент очень конкретно и вот я вроде бы как уже куда-то выбрался здесь воды уже нету телефон звонит и я хватаю трубку а там элрис посланник мы следим за тобой не поддавайся влиянию и хора мы шире ход еще поговорим об этом а теперь беги по узкой тропе в другое измерение ради всех нас но прежде всего ради себя лох 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 я побежал все давай пакет 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 вот сюда минут все я выбрался вот она дверь наконец-то я выбрался с этой тюрьмы ну вот как то так вот такая вот игруха дальше будет походу еще невероятно третья глава теперь и восхождение забытым к забытым вечностям нажимаем кнопку добро пожаловать посланник расколотых чуждых ионов а ну куча всяких персонажей эти миры и я сам хотя никогда из контекста выру короче вот здесь начинается тоже прикольная головоломка просто капец какая смотри мы можем вселяться вот в это вот 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 я не знаю как это в эту пушку я вначале не понял что это пушка эта пушка которого так вот нас перемещает я вселяюсь вот в эту пушку которая и как бы ну я не знаю лазером поглощает глаз очень стреляет в глаз а глаз открывает нам врата и вот мы выбегаем и вот здесь вот вот такая вот вот такой вот мир буржу ух как это нереально круто короче я предлагаю нам с тобой остановиться вот в этом мире он крутой нереально крутой он мне понравился но если хочешь увидеть продолжение то ставишь лайк пишешь комментарий типа хочу продолжение этой психоделической игры и мы продолжаем на пока давай мы остановимся потому что так уже довольно долго играем обучение мы уже прошли дальше будет уже только исключительно сюжет и пока что я в него вневник и он такой пока что невнятный но есть понравится будем продолжать короче лайк под видео подписка подписка на яндекс дзен и увидимся в следующем ролике так что до встречи